Глубоко уважаемые президиумы, глубоко уважаемые коллеги. Мой доклад посвящен серозному раку эндометрия. Ранее назывался серозно-папиллярный рак эндометрия. Сейчас ушли от этого термина, называется серозный рак эндометрия. Опухоль относится к редким неэндометриоидным опухолям. Надо сказать, что вообще на долю неэндометриоидных редких форм приходится менее 10-15% случаев. Но среди редких неэндометриоидных серозный рак находится на первом месте в структуре заболеваемости. Исторически первые упоминания серозного серозно-папиллярного рака эндометрия относятся к 1947 году. Далее, в 1982 году Хендриксон дал детальное описание с морфологической характеристикой данной опухоли. И уже с 1982 года в международном сообществе этот редкий рак существует как самостоятельный вариант. По частоте встречаемости данной опухоли, вы видите, цифры колеблются в больших пределах. От 5% до даже в каких-то случаях 12%. Но это связано с тем, что сама по себе опухоль встречается не так часто. И эти наблюдения основаны на не таком большом числе исследуемых. Но в среднем цифра составляет порядка 6% по частоте встречаемости данной опухоли. Серозный рак эндометрия характеризуется особенными морфологическими характеристиками. Это попилярные структуры, которые представлены истинными сосочками. Для опухоли характерен резко выраженный клеточный полиморфизм, в отличие от эндометриоидных форм. Кроме того, существуют определенные морфологические особенности для этой опухоли. Это ресничатые клетки, это выскальзывающие клетки и палачковидные клетки в этой опухоли. Кроме того, характерной, но необязательной особенностью серозного рака эндометрия является наличие псомозных телец. В среднем частота встречаемости этих образований составляет 30%. Поскольку опухоль имеет некоторую схожесть с серозным раком эндометрия, некоторыми исследователями предпринимались попытки найти какие-то особенности по генетическим наследственным факторам, схожими по аналогии с серозным раком яичника. Однако не получили каких бы то ни было результатов. Вы видите на представленном слайде в этих публикациях. Частота встречаемости БРС мутации колеблется от 0 до 13%. То есть однозначного мнения нет, но, в общем-то, такого вот большого результата и большой прогностической значимости перспектив в этом направлении пока нет. Заболевание характеризуется симптомами аналогичными, характерными для эндометриоидного рака тела матки. Это кровотечение. Но здесь могут присутствовать и обильные слизистые выделения, увеличение живота в объеме, связанное с накоплением астетической жидкости брюшной полости. Но также может быть и бессимпновное течение этой опухоли, когда обнаруживается только на стадии отдаленных метастазов, например, надключичные лимфатические узлы. И дальше обследуется пациентка и обнаруживается, что у нее на самом деле изначально серозный рак эндометрия. Диагностика этой опухоли аналогично таковой, как при эндометриальном раке в целом. Из-за такого последних публикаций продолжается вот это исследование Гоговское 233, и вторая фаза проходит о роли ПЭТ-КТ в предоперационной диагностике рака эндометрия высокого риска, и тоже туда входит серозный рак эндометрия. Но пока результатов этого исследования не предоставлено. В отношении клинической характеристики больных с серозным раком эндометрия. Для них не характерно нарушение метаболического обмена, каково имеется для первого патогенетического варианта, то есть для опухоли, для больных с серозным раком эндометрия не характерно наличие ожирения, сахарного диабета 18 против 53, 12 против 20%. Не характерно изменение особенностей каких-то отклонений в состоянии репродуктивной системы, в отличие от эндометриоидных форм рака тела матки. Опухоль чаще развивается на фоне атрофии эндометрия. И для опухоли характерно, к сожалению, агрессивное течение, проявляющееся в том, что опухоль диагностируется уже на распространенных стадиях. Третья и четвертая стадии встречаются в 4 раза чаще, чем при эндометриоидных формах. 40% против 10%. Кроме того, для опухоли характерна глубокая инвазия в миометрии. 28% против 6%. При этом для опухоли характерна высокая потенция к лимфогенному распространению. Большим процентом соотношений, чем при эндометриоидных формах. 48% против 14%. Кроме того, характерна для опухоли и перитониальное распространение брюшной полости, как и для рака яичника. 30% частота встречаемости перитониальных метастазов при сирозном раке эндометрии. При этом, что еще неблагоприятно, если при эндометриоидных формах частота лимфогенного распространения коррелирует с глубиной инвазии опухоли. То есть чем глубже инвазия, тем выше вероятность обнаружения лимфогенных метастазов. При сирозном же раке эндометрии такой закономерности нет. То есть опухоль одинаково часто метастазирует лимфатические узлы как при глубокой инвазии, так и при поверхностной инвазии. Даже опухоль способна метастазировать при отсутствии инвазии. Поэтому, учитывая вот это агрессивное течение опухоли, результаты трехлетней, пятилетней выживаемости, трехлетней выживаемости по нашим результатам нашего исследования составляет 51%. По встретившейся в литературе данных, пятилетняя выживаемость колеблется от 15% до 59%, что обусловливает достаточно агрессивное лечение этой опухоли. Ну, во-первых, это хирургическое лечение и далее дивантного лечения. Поскольку высокая потенция к лимфогенному метастазированию, то тазовая плюс-минус параортальная лимфоденэктомия обязательно при сирозном раке эндометрия. Поскольку опухоль распространяется перитониальная, здесь представлены данные, это наши исследования, перитониальная метастазирование в 30%. По данным Фаратьян, обнаружилось 13% метастазов в большой сальник при изначально неудаленном сальнике, поэтому аментэктомия обязательно при сирозном раке эндометрия. И поскольку опухоль относится к раку эндометрия высокого риска, то показана адевантная терапия. И какой вариант на первом месте в качестве адевантового лечения, до сих пор дебатируется этот вопрос. Но, в общем-то, есть результаты метаанализа, который суммировал данные только первые стадии больных с сирозным раком эндометрия. И вот результаты адевантного лечения этих больных, поскольку так вот очень мелко, я суммировала вот в этом слайде результаты вот этого метаанализа, только, видите, первая стадия. Суммировав я по последней классификации 2009 года, и, увидите, в худшем положении оказываются пациентки, которым не выполнялось никакого дополнительно адевантного лечения, в отличие от пациенток, которым проводилось адевантное лечение, причем в более выигрышном положении, оказываются пациентки, если адевантное лечение содержало химиотерапевтический компонент. Какой вариант химиотерапевтического компонента? Если ранее широко использовалась платин, содержащая химиотерапию с адриомицином, то, в общем-то, совершенно обоснованным и широко назначается платин, токсановая химиотерапия на современном этапе. И это продемонстрировано вот в этом анализе среди более 140 больных сирозным раком эндометрия, где сравнивалось варианты адевантного лечения вот этих вот больных. И в лучшей ситуации оказывались пациентки по результатам пятилетней безрецидивной выживаемости. Там, где лучевая терапия дополнялась в химиотерапии, токсан платиновая, 81%. Видя это, у нас есть результаты адевантного лечения опухоли эндометрия высокого риска, здесь от первой до третьей стадии, но сюда вошел и сирозный рак эндометрия, первая-вторая стадия. И здесь анализировалось адевантное лечение на лучевую терапию и комбинацию лучевой и химиотерапии. И вот здесь, надо сказать, если в целом на круг для всей когорты эндометриального высокого риска получили достоверно лучшие результаты в группе пациенток лучевая терапия плюс химиотерапия, то, к сожалению, в группе только сирозного рака эндометрия такого однозначного вывода не получили при сравнении этих режимов. 71 против 73. Другое исследование Гоговское. Здесь вошли уже третьи-четвертые стадии заболевания раком эндометрия, но вошли туда и сирозный рак эндометрия первой-второй стадии. И сравнивалось две группы, где была лучевая терапия и только химиотерапия. И, в общем-то, тоже здесь, если в целом на круг для опухолей эндометриальных третьей-четвертой стадии получили выигрыш в группе химиотерапевтического лечения, то в отношении сирозного рака эндометрия такого однозначного решения не увидели. Какой вариант тогда лечения этих пациенток? Тогда предложен вариант так называемый сэндвич терапии. Это когда комбинируется в последовательности определенное химиотерапевтическое лечение до лучевой терапии, таксан-платиновая, затем лучевая терапия и дальше продолжается химиотерапия. И вот в результате этой публикации 2011 года получили следующие данные. Трехлетняя вероятностная выживаемость 84,50% для первых, вторых, третьих, четвертых стадий, что, в общем-то, получилось несколько выше, нежели выживаемость, где не выполнялся такой вариант одевантного лечения. И увидя вот эти вот результаты, обнадеживающие для сэндвич терапии, инициировано и проводится вот это исследование Гоговское 258, куда вошли больные раком эндометрия третьей-четвертой стадии, но вошли и редкие формы сирозной и светлоклеточной. Первая, вторая стадии, и вот они разделены на группы. Там, где проводится вот эта вот сэндвич терапия, цисплатин, первый, 29-й день, дальше лучевая терапия, 6 недель, после этого 4 курса коррупплатин по клетоксел. И вторая группа контроля, только химиотерапевтическая коррупплатин по клетоксел. Конечная точка беспрогрессивная выживаемость. Набор завершен, публикация ожидается где-то в 2016-2017, скорее, году. И еще, под конец, еще один вариант интересной публикации, встретившейся мне в отношении сирозного рака эндометрия, это как вариант неодевантного лечения, но, видите, только четвертая стадия сирозного рака эндометрия, где невозможно было выполнять изначально хирургическое вмешательство, и проводилась неодевантная химиотерапия этим пациенткам, и в последующем интервальной циторедуктивной операции, и в последующей химиотерапии. И была группа контроля у них, первичная циторедуктивная операция. И что получилось по результатам? По результатам, надо сказать, несколько перекликаются с данными по неодеванту для рака яичника. По общей выживаемости показатели получили одинаковые, но при этом длительность операции была меньше в группе неодевантной химиотерапии, длительность пребывания в стационаре была меньше, где была неодевантная химиотерапия, и оптимальная циторедукция была выше в группе, где была выполнена неодевантная химиотерапия. Ну и совсем уже предпоследний слайд. Тенденции в одевантном лечении сирозного рака эндометрия – это СИРовские данные, большие популяционные из Соединенных Штатов. Здесь подкупает большое число наблюдаемых. И вот видите тенденции в одевантном лечении сирозного рака эндометрия, если в 90-х годах не так широко использовалось химиотерапевтическое лечение, то в настоящее время на порядок выше процент использования химиотерапевтического лечения для всех стадий – 8 против 40, 27 против 60, 56 против 75. Но при этом лучевая терапия также используется, и в принципе в таких же процентных соотношениях, то есть резко не уменьшилось, но в общем-то и используется совместно с химиотерапевтическим лечением. При этом посчитано в этом метаанализе, что риск смертности в группах, где одевантное лечение дополнено химиотерапией, риск смертности меньше, чем в той группе, где только лучевая терапия проводится больным сирозным раком эндометрия. Спасибо за внимание. Спасибо.